Пономарёв, как-никак, он депутат Государственной Думы, человек, за которого проголосовало более 100 тысяч человек. Он возглавлял список, да, то есть за него и за партию совместно. Это мнение этих людей. Не могут все иметь одно мнение. Поэтому я вчера был, например, недоволен тем, что Пономарёву устроилась травля. То есть начали говорить не по факту, а просто по отношению к человеку. Нельзя из-за отношения к человеку никогда его судить. Понимаете? Можно судить только за конкретные факты или нарушения, которые пока не установлены. И установить это и доказать может только суд. Поэтому как мы можем на себя взваливать функции судьи? А некоторые говорят, вот он проголосовал не так, вот за это его надо судить. Ну это так вообще нельзя говорить. А может быть он выполнял наказ избирателей. Депутат вправе голосовать так, как он считает нужным. Если вам не нравится, как он голосует, не голосуйте за него на следующих выборах. Вот и все. Вот он весь главный инструмент и механизм. Как отношусь к действиям Пономарёва, я отношусь к ним плохо. Я их не поддерживаю. Но это не даёт мне права, да, из-за того, что где-то я не уважаю его поведение, судить его за это. Мы все разные. И Дума должна быть разной. Она не должна напоминать КПСС. Сто процентов голосов и все единодушны. Это нормальная история. Поэтому я считаю, что где-то с Пономарёвым перегиб. Но в то же время хочу заметить, что если человек действительно не живёт в России, не находится в России, вот это действительно правда, он не должен получать бюджетные деньги. Тут можно ставить действительно вопрос. Если ты год не появлялся ни на одном заседании, лишать мандата. Это я поддерживаю. А судить за личные качества или в следующий раз мы будем говорить, а смотрите, мы все без бороды, а он с бородой. А потом будем говорить, а мы все в серых галстуках, а он в красном галстуке. Понимаете, так нельзя. Мы все разные. У нас разные политические взгляды. Для этого и существует парламент, чтобы оставить свои политические взгляды. Но должны быть какие-то правила работы. Поэтому если человек не ходит год и отсиживается за рубежом, я считаю, как минимум зарплату, конечно, надо останавливать и вставить вопрос о лишении мандата. Это у нас было не заложено. Но главный судья все равно избиратели. Те, которые дали ему это право находиться в парламенте. Это моя точка зрения.